Начнем мы с темы, которая не совсем связана с семинаром, с преобразований сохраняющих меру. Тема сегодняшнего нашего занятия стационарной в узком смысле последовательности. Но, к сожалению, чтобы понять, как устроены стационарные в узком смысле последовательности, нужно сначала разобраться с преобразованием в сохраняющую меру. Можно, конечно, работать с ними напрямую, с стационарными в узком смысле последовательностями. В ваших лекциях так и делается по причине отсутствия времени, но с точки зрения понимания, почему все так, как оно устроено, это значительно усложняет проблему. Так, хорошо. Значит, преобразование в сохраняющую меру. Второе мы называем отображение из омега в омега, измеримое. Такое, что t в минус первое от a равно, имеет ту же вероятность, что a для любого a. Из f, конечно. Так что, омега fp — это мое вероятственное пространство. t в таком случае называется сохраняющая меру преобразования. В принципе, не обязательно, чтобы оно вероятственную меру сохраняло. Можно было любую другую меру рассматривать. То, чем мы сейчас будем заниматься, это называется теория динамических систем. Тема, в принципе, не привязана непосредственно к вероятностным моделям. Нам просто так привычно. Допустим, у нас множество состоит из двух элементов. 0 и 1 — это наш амега. Какие у нас бывают преобразования на таком множестве? 4, да, бывает? Либо я оставил их на месте, либо поменял местами, либо все засунул в 0, либо все в единицу. Такое есть, есть вот такое, есть вот такое, и есть вот такое. Какие из них сохраняют меру? Неправильный ответ. Правильный вопрос должен быть. Какая мера? Если мера, а бы какая? Только та же детственная, конечно. Какую меру будет сохранять t2? Равномерную, если по одной и второй обе. Потому что нолик он переводит в единичку, правильный ответ в единичке 0. Какую меру сохраняет t3? Концентрировал в единичке. Какую меру сохраняет 4? Естественно, сконцентрировал в 0. Каждый из них кого-то сохраняет, но каждое свое. Ну а первая мера вообще все сохраняет. Первое преобразование очень удобное. Сохраняет любую меру. Давайте какой-нибудь поинтересней пример. Давайте возьмем преобразование t омега, равное омега плюс а по модулю 1, где а какое-то число вещественное, а омега большое, это отрезок 0,1, мера будет Лебеговской. Будет он сохранять меру? Мы берем точку, сдвигаем ее на А, если попали за пределы отрезка, прилетаем вот сюда. Не забудьте, что там t в минус 1, потом должен взять прообраз, прообраз это сдвиг влево на А, но в общем-то мало что поменялось. При этом преобразование сохраняющей меры вовсе не должно быть взаимнооднозначным, оно может распространяться. t само может увеличивать меру множества, а же полный прообраз имел ту же меру, что и само А. Вы такие примеры скоро увидите. Хорошо, теперь ключевые для нас понятия, связанные с преобразованием сохраняющей меры. Тут вообще интересная теория есть этих преобразований сама по себе, но для нас ключевым понятием будет инвариантное множество. А называется инвариантным. Если, если, так, знаете ли, можно, а? Еще гипотезы? Да, прообраз совпадает с множеством. Мы опять на прообраз смотрим, полный прообраз совпадает с множеством. Называется инвариантным. Какие-то инвариантные множества мы точно знаем. Какие? Еще? Пустое, да, оно пустое. И все является явно инвариантным. Еще можно заветить, что инвариантные сигма-алгебра, потому что прообразы, объединение прообразов, это прообраз объединений и так далее. Поэтому множество инвариантных множеств является сигма-алгеброй. Это относительно полки Т? Ну да, инвариантное это свойства преобразования т для соответственно будем и обозначать сигма алгебру инвариантных множеств какого-то преобразования то я все время буду одно использовать поэтому я не буду индекс подписывать вообще-то должно быть и от прошлом вот эта сигма алгебра она как минимум сигма алгебра просто пустое омега туда входит так что все по-честному и еще давайте почти инвариантное множество введем почти инвариантно угадайте когда если да если вы если множество почти совпали то есть разности множества в обе стороны сути мы говорим что разница а это минус 1 то нулевая разница в минус 1 а тоже нулевая можно доказать такое несложное утверждение это факультативная задачка что если а инвариантно если а почти инвариантно то существует б инвариантное такое что мера симметрической разности а и б нулевая так что в принципе эти два понятия мало чем отличаются друг от друга каждое почти инвариантное множество можно приблизить инвариантно все помнят что такое симметрическая разность мало ли точно главное заметить кто успел промолчать так теперь собственно важно для нас понятие это эргодическое преобразование t эргодическое если сигма алгебра его инвариантных множеств такова что для любого ну так скажем любого инвариантного а поэт а либо ноль либо один все множество меры 0 или 1 почти инвариантны вот утверждается что других инвариантов множества у нас нет и еще одно важное понятие для нас t называется перемешивающим если мера а пересеченного с t в минус энтой от b стремится к p от а на p от b для любых а если хорошо перемешать наше б то его мера будет то оно как бы станет почти независимым от а даже если б было равно а после многих преобразований назад преобразование т оно так размешается можно считать что т в минус 1 это я ложкой перемешаемое пространство и тезис том что если много раз помешать то неважно что было в начале она станет почти с этим независимо явно я такое хочу когда мы например тесто какой-нибудь готовим мы насыпаем муку в одну кучу даже яйцо кладем потом начинаем это долго-долго замешивать веря в то что вот это преобразование которое делает нашу кухарка оно перемешивающее с течением времени то куда я накидал в начале мою муку будет независимо от того что с ней станет спустя долгое время вот эти два свойства нас важны из второго следует первое это не очень трудная задачка но иногда бывает что первое выполнено второе нет собственно для нулевого к нам этого хватит только давайте посмотрим на тот пример который у нас был чтобы чуть лучше разобраться для тождественного преобразования множество из нуля единицы является ли оно эргодическим первое преобразование t1 множество из двух элементов 0 и 1 напомню t1 от омега равно омега какие у него инвариантные множество все а при этом не все меры 0 или 1 кроме случая если у меня мера сосредоточена в нуле или в единице если мера сосредоточена в нуле или в единице тогда это эргодическое преобразование в противном случае нет то которое для равномерной меры 0 переводит в 1 а 1 в 0 у него есть инвариантные только пустое омега соответственно оно эргодическое t3 и t4 но они там сохраняют меру только в случае если эргодическое конечно если мера равномерная t3 и t4 сохраняют меру только в случае когда мера сосредоточена то ли в нуле или в единице в этом случае конечно они эргодические потому что у нас вообще у всех событий мера либо 0 либо 1 поэтому вот это преобразаивание перемешивают она вообще никого не трогает а 2 перемешивает она 0 перемещать в ренечку единичку в нолик прошу прощения она не перемешивает как раз вот это свойства не viruses но но народ годическая инвариантных множеств у него нет поэтому она экведическая но она не перемешивают потому что если n там четная b это одна единичка и а это тоже одна единичка, то вероятность пересечения будет равна вероятности единички, то есть 1, 2. Ну уж точно она к 1, 4 не может стремиться, у меня просто нет событий вероятности 1, 4 на пространстве. У меня есть две точки, 0, 1. События бывают вероятности 0, 1, 2 и 1. Точно никакая вероятность не может к 1, 2 стремиться. Она и не стремится. Она то 0, то 1, 2, то 0, то 1, 2, то 0, то 1, 2. Они эргодические в том случае, когда они сохраняют меру. В этом случае у нас вообще не бывает событий ни меры 0 и ни меры 1, поэтому условия эргодичности, конечно, выполнены. Они же у нас меру сохраняли только если мера единички там единичка, а мера 0 0 или наоборот. Соответственно, куда им деваться? У нас просто нет событий, меры не 0 и не 1. Значит, все преобразования будут эргодические просто по определению. Поэтому там просто совсем не интересно все. Так, вот это преобразование T2, оно эргодическое, но не перемешивающее. Самое важное забыл вам сказать. Мы потом увидим, что гораздо удобнее проверять перемешиваемость, чем эргодичность, и будем в основном перемешиваемостью пользоваться, и эргодичность уйдет в факультатив. Значит, давайте разберем задачу про перестановку, потому что она довольно характерна. Есть некоторая перестановка из множества 1n в множество 1n, когда она является эргодической. Ну, во-первых, почему она сохраняет меру? Потому что если я возьму σ в минус 1 от А, то вероятность σ в минус 1 от А это мощность σ в минус 1 от А делить на n. Мера у меня равномерная. Ну, а мощность у а и у σ в минус 1 одинаковая, потому что σ это перестановка, и перестановка взаимно однозначна. Хорошо. Теперь второй вопрос. Почему? А это, собственно, ПЭТА. Поэтому оно сохраняет меру. Теперь второй вопрос. Почему наше преобразование является эргодическим или когда оно не является? Ну, тут тезис такой. Если у нас есть цикл неполной длины, то есть если перестановка не является циклом, то у нее есть цикл меньше длины, чем n. Соответственно, этот цикл меньше длины, чем n образует инвариантное множество. Потому что все его элементы переходят в себя. Что при образе, что при прообразе. На то он и цикл. Он не умеет передвигать элементы изнутри, из цикла куда-то наружу. Все элементы цикла переходят в элементы цикла. Ну, а при этом цикл был неполной длины, поэтому он имеет меру ни 0, ни 1. Значит, эргодичность нарушается. Если σ цикл. Пусть σ в минус 1 от А, раз совпадает с А. Возьмем какой-нибудь элемент А. Раз он лежит в А, то он и в σ в минус 1 от него тоже лежит в А. σ в минус 1 от него это предыдущий элемент нашего цикла. Значит, и предпредыдущий лежит, и предпредыдущий. Я так продолжаю двигаться и вижу, что все элементы моего цикла лежат в А. Но если все элементы цикла лежат в А, а σ это цикл, то значит просто А это все элементы. Значит, А либо в А вообще элементов нет, оно пустое, либо в А все элементы нашего множества. Значит, действительно, А либо пустое, либо ω, значит преобразование эргодическое. То есть в нашем случае эргодичность означает, что наша перестановка, она имеет единую цикловую структуру. То есть это один большой цикл. Если у нее цикловая структура состоит из нескольких циклов, даже длины 1, то сразу появляется инвариантное множество. Нет, мы же не случайную перестановку выбираем. Мы говорим, что мера у нас равномерная на множестве от чисел от 1 до n. Я измеряю меру под множество от 1 до n. Оказывается, что верна такая замечательная теорема. Называется она теорема Бергофа-Хинчена. Если t сохраняет меру, то сумма х от t в k от омега по k от 0 до n делить на n плюс 1 стремится почти наверно к математическому ожиданию х при условии сигма-алгебра инвариантных множеств для любой случайной величины х на омега. Я делаю такую забавную конструкцию. Я взял мое пространство, взял от него какую-то функцию х, перемешал мое пространство, на место омеги пришла t от омега, взял в этом месте функцию х. Еще раз перемешал пространство, взял от омеги х от омега и так далее. Понятно на концепции? Вот можно себе представить, как это работает, например, на нашей перестановке. Если у нас была перестановка, я, допустим, в качестве х буду брать первый элемент моего множества. Первый элемент омега. Омега это у меня в данном случае вектор длины от 1 до n. Я беру, ой нет, сейчас вру, омега это число просто. Все, х от омега будет просто омега. Что я тогда буду делать? Я возьму число, переставлю по перестановке, еще раз переставлю по перестановке, еще раз переставлю, и буду складывать все, что получается. Тезис в том, что если перестановка является циклом, то в пределе я получу средние числа от 1 до n. У меня буквы дублируются. От 1 до m, где m это длина моей перестановки. Потому что в общем и целом я буду видеть все числа по очереди, из-за промежуток длины n я увижу все числа по одному разу. Это вполне естественно, что за долгое время я увижу в среднем просто среднее число от 1 до m. У меня все будет стремиться к m плюс 1 пополам. Давайте я запишу. У меня есть сигма от 1 до n, это у меня t. Просто перестановка числа от 1 до m. Мера равномерная, а х от омега это просто омега. То тогда вот эта сумма она будет собой представить, что я взял какое-то число, перестановку от него, еще перестановку от него, еще перестановку от него, выписывал таких n штук, сложил и разделил на n. Вот если перестановка цикловая, то за m ходов я встречу каждого числа по одной штуке. Соответственно за большое количество n ходов по существу я тоже встречу каждого числа по примерно n делить на m штук. Некоторые на раз больше, но это не критично, потому что она у меня к бесконечности стремится. И тогда теорема Бюргов-Хинчина говорит, что моя сумма будет стремиться к m плюс 1 пополам, к матражданию х. А если же я возьму и перестановку с цикловой структурой какой-то, то все будет зависеть от того, где я начал. Если стартовая омега была в каком-то блоке, она всегда в этом цикле лежит и будет. И математическое ожидание х при условии и, оно будет зависеть от того, где у меня именно лежит омега. Если омега лежит в первом цикле, там будет какое-то одно и то же число среднее по этому циклу. Например, если у меня есть цикл 2, 3, 4, то среднее по нему будет 3 и соответствующий кусочек условного мультимического ожидания будет 3. На этом инвариантном множестве разбиение у меня будет состоять, сигма алгебра i будет состоять из всех неподвижных элементов. То есть из всех, из всего, что у меня в цикловой структуре участвует. И на каждом таком множестве эта случайно начинает постоянно. Вот на первом таком множестве она равна среднему по первому циклу, на втором среднему по второму циклу и так далее. Эргодичность нарушилась, перестали перемешиваться элементы друг с другом и перестало все всегда сходиться к одному и тому же пределу. Теперь предел зависит от того, с чего я начал. Посуществует примерно то же самое, что эргодическая теорема для цепей Маркова. Когда мы говорили, что если цепь периодичная, то предел будет зависеть от того, ой, разложимая, то предел будет зависеть от того, в какой компоненте я стартовал. Хорошо. Зачем нам это все нужно? Потому что это, конечно, очень весело, но у нас таких задач обычно не бывает. У нас обычно все наоборот. Омега одна, а иксы разные. А тут омега какая-то берется, омега перемешивается и в одну и ту же икс подставляется. Все кверх ногами. Зачем нам такая конструкция? Это куда-то в бильярды какие-нибудь пусть идут, играют, где шарики отбиваются от стенок и улетают заново. А оказывается, что справедлива такая замечательная конструкция. Давайте на нее посмотрим с двух сторон. Тезис первый. Если t сохраняет меру, x какая-то случайная чина, то последовательность xn от омега равная x от t в n на омега является социальной последовательностью. Давайте это докажем. Что нам нужно проверить? Что проверить социальность в узком смысле? Что распределение вектора x1, xn такое же, как распределение вектора x2 и так далее, xn плюс 1. Ну, если хотите, x1 плюс d, не важно. Не забываем, что не только одномерные. А то в домашней работе многие решили, что можно только одномерные проверять почему-то. Я такого правила не знаю. Я хочу доказать вот такую штуку, что вероятность, что вектор x1, xd попадет куда-то. Такая же, как вектор xn плюс 1, xn плюс d попадет в то же самое множество a. Вот это вопрос. Что же это означает? Дело в том, что вот эта штука, давайте обозначим это множество b. То есть это множество омег, таких, что x1 от омега и так далее, xd от омега попадает в b. Как это связано с тем множеством, которое стоит справа? Вот это множество омега принадлежит b. А справа что? t в nt от омега принадлежит b. Потому что xn плюс 1 это x от t в n омега. xn плюс 2 это x2 от t в n омега. xn плюс 3 это x3 от t в n омега. Каждый xn плюс d в силу определения отличается от xn плюс n это xn в точке t в n омега. Прямо по определению. И поэтому векторы вот там вот, это те же самые векторы x1, xd, только аргумент у них не омега, а t в n омега. Ну, значит, как это множество связано вот с этим? Как вот это множество омега, связано вот с этим. Это t в минус n от b. Поэтому вот это вероятность t в минус n от b. Но она равна вероятности b, потому что t сохраняет меру. t в n от b? t в n от омега? t в минус n от b на b. Почему множество омег таких, что t в n от омега лежит в b, это t в минус n от b? t по определению. Это определение прообраза. x1, xd лежат в b. x1, xd лежат в b. x1, xd лежат в b. По определению это t в минус n от b. Что случилось сегодня с вами? Есть что-то магическое в этой теме? Сразу мозг отключается. Так, еще разок. Есть величины x1, xd. Здесь те же самые величины, только мы в них не омегу поставили, а t в n от омегу. Значит, когда вот этот вектор куда-то попадает, омега должно быть таким же, как здесь t в n от омега должно быть. То есть здесь омега лежит в b, значит здесь t в n от омега лежит в b. Это понятно. Но t в n от омега лежит в b тогда и только тогда, когда омега лежит t в минус n от b. Это прямо определение прообраза. Значит, справа у меня стоит вероятность t в минус n от b, а слева t от b. Но вероятность у них одинаковая, потому что t сохраняет меру. Это прямо определение. t в минус 1 b такое же, как t в минус 1 от t в минус 1 b и так далее. Поэтому наша последовательность стационарна. Поэтому любая такая последовательность, как у нас фигурирует в теореме Бергов и Хинчина, она стационарна. Сообразили, да? Все хорошо? Отлично. А теперь самый замечательный тезис. Если t сохраняет меру… Нет, неправильно говорю. Если Хин – стационарная последовательность, то существует такое омега с волной, f с волной, b с волной, t с волной, сохраняющая меру, и Х с волной, случайная величина на омега с волной. Такие что… Набор величин Х от омега с волной… И так далее… или х … Х с волной от t с волной омега с волной… И так далее… И так далее… Х с волной от t в катой омега с волной… Совпадает по распределению… С х1 от омега и так далее… xk плюс 1 от омега. Для любого k. Спасибо. Ну то есть я, конечно, не могу сказать, что прямо на моем вероятственном пространстве я могу определить xk как x от t омега. Но можно перетащить их в другое пространство, так что последовательность будет с тем же распределением. Значит, для любых моих целей это та же самая последовательность. Пока я работаю с этой отдельной последовательностью, пишу для нее какие-то теоремы, то что с x-волной работать, что с x работать, это все вот с этой последовательностью и с этой, это одно и то же. У них одинаковое распределение. Значит, одинаковое распределение любой функции от них. Так что тезис в следующем. Можно поменять вероятственное пространство, так что распределение моей последовательности останется той же, но оно уже будет иметь ту самую форму, которая описывается в теореме Бергофа-Хенчина. Доказывается совсем просто. Надо просто правильное пространство взять и построить преобразование сохраняющего меру на нем. Я это в факультативе остаю. Итак, получается следующий тезис. Не просто можно взять x, менять омеги с помощью преобразования сохраняющего меру и говорить, что полученная последовательность стационарна. Но и наоборот, любая стационарная последовательность в каком-то смысле является вот такой вот конструкцией. x от f в кат и омега, где t. Я уж не буду писать эти две длинные фамилии. Но это не бхаттачария, это Бергоф и Хенчин. Если x, n стационарная в узком смысле, то сумма по e от 1 до n, ну от нуля там вообще-то, x и t, давайте от нуля я буду делить на n плюс 1 для единообразия, почти, наверное, сходится к мотождению x1 при условии i, где i сигма алгебра инвариантных множеств преобразования не пойми какого. Ну к чему-то там сходится. В общем, кто такое i, пока непонятно. Здесь я пользуюсь простой идеей, что раз уж x и у меня имеет такое же распределение, как x с волной, то значит неважно, кого из них рассматривать, если это сходится к чему-то почти, наверное, то для x с волной сходится и наоборот. Поэтому я могу считать, что я живу в том пространстве, в котором у меня x и t, это x от t, x с волной, а t с волной и t с волной. А можно спросить, а кто там написал видекс около x? Ну я первый написал, это неважно на самом деле. Теперь кто такая i. Для этого надо залезть в конструкцию того, кто такая t, соответствующая нашей последовательности, выяснится, что e это такое довольно, неприятная довольно сигма-алгебра. Это сигма-алгебра таких множеств a, из f, конечно. Таких, что a является множеством, последовательность лежит в b, для некоторого b из b, атера бесконечность, для любого b, для любого k. Извращенная немножко запись, но говорит она следующее. Мое инвариантное множество, это такое множество, которое записывается в виде x, k, t, и так далее, x, k плюс 1, и так далее, попадает в какое-то множество последовательности, какое бы я k ни взял. Оно даже от k при этом не зависит. Это немножко странно, если я возьму какое-нибудь привычное множество последовательности, но, например, по модулю непревосходящих единиц, то такого свойства не будет. Это множество будет для k равного 1 иметь такой вид, но не будет иметь такой вид для k равного 2. А у нас такое специфическое множество, что оно лежит в том, что называется хвостовая сигма алгебра, то есть его можно записывать для x только с достаточно большого номера. Но если вы хотите себе такое множество представить, то, например, можно в качестве b взять множество последовательности с пределом 0. Тогда множество последовательности с пределом 0, оно имеет вид, все последовательности, начиная с какого-то категориста, члена имеет предел 0, неважно, какой АК взять. Множество получится одним и тем же. Вот такие множества, они будут инвариантными у меня. Например, множество таких омег, что моя последовательность стремится к нулю или имеет верхний предел меньше единицы. Нужно, чтобы мое множество, оно в каком-то смысле смотрело только на бесконечность. Выглядит это довольно отвратительно, особенно если вы заглянете в лекции, там вообще внезапно появляется такое определение, просто чтобы теорема доказалась. Ну, при определенной сохраняющей меру это можно понять, почему именно такая структура будет, но тем не менее проверять это совершенно не хочется. То есть мне вообще-то, чтобы теорему доказывать, нужно проверить, найти и посчитать это условным физическим ожиданием. Делать этого совершенно не хочется. Зато можно опять сформулировать, что такое эргодическая последовательность, что такое перемешивающее. Последовательность XN эргодическая. Если выполнено условие, что i состоит только из множеств, например, 0 и 1. Однако проверять это очень неудобно, потому что... Как это проверять-то вообще? Зато есть гораздо более простое условие перемешиваемости. XN перемешивающее. Бывает еще слабо перемешивающее, но нам хватит перемешивающее просто. Если вероятность того, что X1 и так далее, XK попало в множество А, а XN и так далее, XN плюс L попало в множество B, то есть кусочки последовательности на достаточно большом расстоянии, практически независимы. Это называется перемешиваемость. Олег, там уже не видно, да? Значит, я беру вектор X1, XK, вектор XN, XN плюс L утверждаю, что они асимпетически независимы. Но XN, XN плюс L это то же самое, что X1, XL плюс 1 из стационарности, поэтому тут можно без N писать. При N стремяюсь бесконечности. X1 и так далее, XL плюс 1 лежит в B. Ну или X2, XL плюс 2 из стационарности, неважно. Относительно сдвигов у меня все варианты. Ясно, что перемешиваемость проверять гораздо понятнее как. Ну, например, последовательность независимых одинаково распределённых величин перемешивающая. Просто надо N взять больше, чем K. K и L какие-то фиксированные, поэтому... Не очень трудно вывести из эргадической теоремы, а это домашняя сдачка, что цепь Маркова, неразложимая, непериодическая, конечная, тоже является перемешивающей. И вообще проверять перемешиваемость, искать эти распределения показывает, что они почему-то стремятся к сопределению. Это понятно, как делают. Нет такой странной материи, как опиши какие-то вариантные множества, непонятно, что это вообще такое. Но при этом из перемешиваемости опять следует эргадичность. А зачем полезна эргадичность с точки зрения наших целей? Закону больших чисел. Почему эргадичность в такой теореме это ценно? Мы приехали. Кто такое условное утверждание при условии и, если преобразование эргадично? Это просто EX1, потому что сигма локбер вырождена, там только множество меры 0 и 1 бывает. И тогда получается привычный нам узабочие. По существу, например, у вас в курсе так и формулируется теорема, а там не формулируется какое-то условное материческое ожидание при условии и, а просто говорится, если есть какой-то предел почти, наверное, а если преобразование эргадическое, то тогда он константы, EX1. Ну, например, вот отсюда мы получили узабочек Калмогорова. Вот радость-то. Окольными путями получили усиленный закон больших чисел для независимых одинаково распределенных величин. Хорошо. В чем прелесть всего этого подхода? Мы сейчас долго-долго петляли, разбирались в какой-то эргадичности, увидели, что есть какая-то перемешиваемость, которая попроще, чем эргадичность. В чем же прелесть? Прелестей много, но один из ключевых элементов этой прелести заключается вот в чем. В таком утверждении. Маленький кусочек Вовы еще в первом семинаре в домашнике делали. Пусть H действует из R бесконечность, ну, допустим, в R. Измеримое отображение. Рассмотрим последовательность. А, да, а xn — это стационарная последовательность. В узком смысле. Рассмотрим yn равное h от xn на xn плюс 1 и так далее. Тезис первый. yn стационарно. Вы это доказывали, если h, она только на xn на и действует. Если h не функция всех элементов, она фиктивная функция всего, кроме n равно 1. Ну, почти так же доказывается в этом случае. А второй тезис совсем замечательный. Если xn органическая, то yn органическая. Обратите внимание, ничего похожего у нас не было ни с чем, что мы рассматривали до этого. Если я возьму независимые величины, то если h из r в r только на xn действует, то ладно, y тоже будут независимыми. Но если h хотя бы от двух переменных зависит, то y уже стали зависимыми. Если x были марковские, h уже даже от одной переменной могла перестать бы марковской. А уж от двух точно перестала бы. Но стационарность при таких действиях сохраняется. В этом прелесть. И больше всего сохраняется эргодичность. А значит, если я возьму независимые распределенные величины, применю к ним к всем одну и ту же функцию по этим правилам. Ну, например, возьму и рассмотрю h от xy равную xy умножить. То получается сумма x и, т, xy плюс первое по e от 1 до n на n стремится к e, x1, e, x2. Например, стремящемся к бесконечности. И почти, наверное, где x и то и независимые, и так распределенные. Этот факт, кажется, тоже легко из ZBCH вывести, потому что можно разбить на четные и нечетные, и они станут независимыми и применить к ним у ZBCH. Но у нас это получилось совсем бесплатно. Просто мы сказали, что последовательность x1 умножить на x2, она, конечно, не последовательность независимых величин, но она все еще стационарна и все еще эргодична, потому что та была эргодична. И значит, новая последовательность тоже удовлетворяет ZBCH. И я ее записал на новую ZBCH. И получается, что ZBCH сразу растаскивается на целые широкие классы всяких штук. Научились его доказывать для какой-то последовательности, научились доказывать, что она перемешивает, например. И теперь мы можем функции от нее брать, еще какие-то конструкции делать, даже такие странные функции из R бесконечность в R. Посмотреть, например, индикатор того, что что-нибудь там с икситами происходит когда-нибудь за всю их историю. Индикатор того, что какой-то из икситов равен одному, например. И дальше я их поскладываю, и у меня выяснится, что средняя стремится к математическому ожиданию такого индикатора. То есть просто вероятность. Мы получаем огромный класс усиленных законов больших чисел, которые при этом сохраняются при действии такого рода отображения. Это очень здорово. На первом приближении, которое нам сейчас нужно, это самое ценное в этой теории. На самом деле, усильте условия перемешиваемости, получите ЦПТ, и у вас будет бесплатное ЦПТ в таком широком классе задач. Это получается очень удобно, потому что часто люди работают с моделями, где независимость, она очень косвенно присутствует. У нее что-то случилось, из-за чего независимость, она там где-то есть, но я не сами величины рассматриваю, а какую-то воду от воды от воды, где варился зайчий сок. И при этом стационарность, она на эту воду от воды от воды продолжает действовать, и ее свойства продолжают сохраняться. И поэтому это очень здорово. Вот про это наш сегодняшний семинар на самом деле.